Какие выводы? Уважаемые коллеги, конкретнее и короче. Конкретнее и короче. Дайте начать человеку. Правильно, да. В общем, кто меня не знает, зовут меня Алексей Веселый. Представляю Федерацию активной молодежи. Ольга Гогина передо мной уже дала такой всеобъемлющий, скажем так, конструктивный обзор происходящего на нашей поездке в Москву-Казань. От себя я могу, хочу, во-первых, поблагодарить сотрудничество за предоставленную возможность увидеть Казань, познакомиться с татарской культурой, увидеть место пересечения российской и такой азиатской, европейской цивилизаций, скажем так, воочию увидеть мечети, все это культурное многообразие, религиозное многообразие. Это, конечно, шикарно. И для молодежи, которая, собственно, латвийской молодежи, которая живет в Латвии, живет за таким кордоном своего рода, границей, это, я считаю, все-таки большая возможность и имеет очень высокое культурное значение. Но если говорить, конечно, о содержательной части, то, возможно, возможно, нашей разношерсткой делегации мы не смогли получить на все поставленные наши вопросы, я для себя ставил задачу все-таки понять, нужно ли нашей русской общине консолидироваться, или как-то, скажем, больше рассредоточиться по всей Латвии, по, как-то, в атлетике политическом, я также отметил для себя такой ипотек, что, скажем так, у России тоже неоднозначная позиция по отношению к соотечественникам, что если некоторые круги, скажем, официально считают, что русская община и Латвия надо консолидироваться, то, скажем, я заметил такой ипотек, что многие также политики, политические круги, они считают, что все-таки не стоит консолидироваться. Насчет этого можно дискутировать, и я бы, кстати, с удовольствием и с радостью посетил бы еще ряд круглых столов, посвященный этому, возможно, кого-то из вас заинтересует также эта тема, и мы могли бы обсудить ее, скажем так, в более закрытой, неформальной обстановке, потому что я все-таки считаю, что собрание общественных организаций Латвии это место больше для выступлений, представления своих мнений, а не там конкретно дискуссии, мордобоев. А дискуссии мордобоев возключили запятую? Мы учились через двойной тире, знаете, как говорится, спасите ваши души. В чем же заключается альтернатива консолидации? Нет, мы сегодня об этом не спорим. как раз это тема, которую предлагает Алексей, я просто делаю своего рода информационный вопрос, говорю о том, что в России тоже нет единой позиции, и если одни консерваторы, другие либералы, одни говорят, что референдум это зло, это вообще-то провокация, людям, которые его организовывали. Это вся Россия. Все разные. Вот Россия есть. Но какой-то путь я присоединяюсь к Ольге Больгимной, что русской молодежи надо сделать все. Я надеюсь, что мы будем сделать. продискутировать и сделать потом изначально все это предприятие.